МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ХЕРАК УНУ ДЕНЬ, пацаны! Всем привет! Неожиданное включение. Короче, хочу вам показать реконструкцию. Что нам не свойственно, это заниматься реконструкциями. Вот я вам сейчас покажу реконструкцию кровли. Так. Вот такого вот узла. Я не знаю, как отойти подальше. Давайте вот так и подальше. Вот такого вот узла. Одна ендова, вторая ендова. Тут у нас Пуралмат черный. Вот так вот. Полностью надо перевязать вот этот вот узел. И его завязатель вместе с парапетом. Я уже начал скрывать что-то где-то. Вот тут. Там вот тут очень замечательное место. Вот там вот. Будем выводить вот на эту плоскость. Будем силовую часть ставить. Туда все отводить. И разжелобок делать, чтобы чуть-чуть наклонку это был. Чтобы туда шел. Вот. Для этого нам нужно снять парапетную крышку. Вот здесь сейчас вырезать все. Я там сейчас карандашиком обозначу, где мне подводка будет. Ну и как бы все. И начнем это все формировать. Вот здесь постараюсь все подвязать на двойной фальц. Сейчас я вот не представляю, как оно будет отгибаться это все. Куда. Ну надо короче пробовать. Для меня вот такая вот переделка такого узла. Это конечно что-то новое. Одно дело сделать по новой его. Другое дело потом подвязаться. Мы сначала узел обвязываем, потом картины монтируем. Тут у нас как бы такая ситуэйшн. Сейчас будем открывать картины. Надламливать чуть где-то, если будет заломчик. Тут уже в данном вопросе уже эстетика она немножечко не на первом плане. Ну короче чего. Сейчас будем разбирать. Буду что-то делать и вам это все соответственно показывать. Процесс. Плаваю, потому что сейчас до конца сейчас не понимаю, что я здесь буду воротить. Так общая картинка есть. Просто не озвучиваю, потому что в процессе может поменяться. Будут какие-то новые исходные данные. Поэтому снимаем все, вскрываем полностью. Начал уже вырезать. Предварительно разметив линию отреза, чтобы точно хватило. И линию отгибки. Докуда открыть фальц. Вот. То есть с запасом там. То, что я говорил, что хлопоны могут где-то быть. Сейчас мы кияночкой вот так вот проложим его в этом месте, чтобы можно было без относительно больших последствий это все преломить, поднять. Вот. Ну и продолжим с вами. Вот тут вот вопрос по поводу поднятия, да, в Яндове. Ну и соответственно тут такой же. Посмотрим, как оно сложится. Ну и исходя из этого будем, собственно, принимать решение дальше. Парапет выдул. Вот. В общем, короче, вырезаем, поднимаем. Все лишнее демонтируем. Демонтируем и потом начинаем сюда клеить такую самоклеящуюся техно-николь гидроизоляцию, которая мы здесь все герметично проклеим, чтобы даже когда дождик пошел, чтобы у нас вот все было в Эрегут. По идее, должно быть так. Ну, постараться надо. Вот. Там дальше посмотрим. Так, чего вскрыл. Сначала думал, что Яндову вот так вот получится, как я вот эту сделал, да. Там хлопушка, о чем я говорю, да. И вот, собственно, тоже. Мы ее подровняем. Она будет такая незначительная. Вот тут я попробовал. И тут более крутой угол. Она почти здесь под 90. И у меня не получается ее так же сделать. Вот. Поэтому здесь сразу очертил фалец и поднял как бы отгибку, да. Там конвертик, потом подгоню заготовку сюда уже и ее непосредственно уже буду сфальцовывать. Здесь запасом поднял, потому что здесь у нас все отлично поднялось. Здесь менее проблематичная зона. Так, что хочется отметить. Здесь был у нас лежачий агинарный фальц. И он тек только вот немного вот здесь вот. В Яндове. И в этой Яндове. Вот тут видно. Он тек. Вот там вот понятно, что он тек на примыкание. Оттекало. И вот тут по пятнам видно. Что подтекало. И теперь наша задача все это исправить. Вот такой вот узел. Вот тут тоже нехорошее место такое. Здесь поднято развернутый большой фальц 46 миллиметров. Тут по-хорошему бы на радиус бы его вот так вот связать. Но мяса нет. То есть даже если бы я здесь оставил бы больше связать, то вот тут-то его нет все равно. Поэтому чего. Тут будем выкручиваться как-то. Подкручивать. Подсовывать там туда-сюда молоточком. Может краешек будет там где-то либо не до конца закрыт. Либо, ну, со складочкой, да. Либо, может быть, там в один арку только получится. И он плавно потом закрутится и во второй номер. Малость подустал выдергивать режиму рубля. Это то, как было проклеено там все. Ну, в общем, все. Спускаемся вниз. Тут чего. Тут надо добавить. У нас где? Тут. Вот сюда вот. Вот этот вот проход. Проем. Точнее здесь. И, наверное, вот туда вот еще одну брешетину. Она не будет опираться. Сейчас подумай, как ее там выкрутить. Брешет куда делать. Потому что там у нас фальчик пойдет. Вот по краю вот этого вот архикамня. Так. Проклеил. Вот у нас кармашек получился. Который отсечкой, да. У нас тут силовая конструкция. Тут видно 50 миллиметров. Вот они. Это загнуто вот сюда сверху. Силовая. Внутри она проклеена так же вот этим вот техно-никольским. Очень похоже на флексбенд. В общем, тактильная она точно такая же. Вот. Проклеил, чтобы не конденсировал металл. Судя из чего. Ну, тыльная сторона. Вот так. В перчатках это невозможно делать. Перчатки могут там остаться. Когда солнышко на нее посветило, все. И работать невозможно. Дракленка не отдирается. Так. Здесь такой у вас кутик просто. Ну, как бы прилепил. Он тут, конечно, особо не надо. Но почему-то его сюда... Короче, сумки еще не было. Куда складывать. И его, если он упадет, на брусчатку приклеится, то все. Нефть останется на брусчатке. Поэтому думаю, прилеплю сюда. Нет. Все, никакого понта. Так. Здесь у нас тряпочка. Так вот сложилась она здесь. Небольшой складочкой. Такой вот. Я жираю самоклейкой в жиру этой. Не очень комфортно работать. Ну, короче, здесь складочка. Вот вы видите, да? Проклеил парапет полностью. Здесь у нас ковшовый конверт. То есть, это верхняя часть, ну, приклеена. А вот это ковшовым уходит туда. Шипа так, треугольничек. Вот. Ну, все, проклеил. Еще подобавлял вот она фальца. Подальше. Потому что не могу подсунуть. Если я же отодрал клейкую ленту, то все, она клеится. И к металлу куда угодно. Там, где фальчики, чтобы если подсыкнет во время дождя, вот сюда, чтобы она вывела. Это имеется в виду до монтажа фальца. Вот. Все. Вот так выглядит тряпочка. Полностью заложена здесь, внизу. Так выглядит техно-николь. Коробочку, если не забуду, покажу. Потому что будут самые частые комментарии. Это, что это за техно-николь. Ну, с дельтой проще работать. Легче отдирается пленочка. Здесь же руку ее просто невозможно. Отдираешь вместе с клеящим вот этим вот слоем. Ну и ладно. Все. Теперь переходим вниз. Начинаем размещать. И уже делать заготовку. Так, пацаны. Ну что, без фокса, как всегда, не обойтись. Уложил здесь вот так вот пленочку. Степлером прибил. Зафиксировал. Отметил край. Здесь край. Здесь край. Отгибку. Где край стены. Потом складочку. Вот. Потом вот здесь вот такой треугольничек. Знак Мерседеса. Это у нас это направление. Это направление. Это вверх. Вверху также меточку дал. Ну тут запасом вырезал. Ничего страшного. Вот. И тут метку дал. Это тот скат вот идет. Вот эта линия. Вот она идет вот сюда вот. Так. Все. Здесь вот складку делать не буду. Здесь я... Ну, этот угол у меня есть. Вот. Нет только вот этого угла. Сейчас я его малкой померяю. Это вообще не проблема. То есть сейчас еще одну складку лепить. Она уже будет не точная. Потому что... Ну вот какая-то она вот такая. И самое интересное это то, что вот этот вот момент примыкания. Возьму... Кусочек металла вырезал, да? Буду приставлять по этой линии. И подгонять, подгонять, подгонять его. Чтобы подогнать четко. А потом перенесу это на металл. Сделаю еще отгибочку. Ну, без прорезов не обойдется. Потом проклеим. Но... Радиус будет... Ну... Аж вот тут вот это. Ну, подальше, да? Чтобы... И вот этот выступ капельника... Где-то здесь вот так... Пойдет. Вот. Вообще такой вот момент. Так. Что? Такая каркалуя вырезала, да? Вот у нас линия есть. Вот. По которой мы ставим. И вот так вот подгоняем. Так. Вот она вот так вот будет заготовка. По диагональке идти. Вот. Сейчас еще сзади вот тут отчерчу. Вот тут линию. Вот эту вот. Потом у нас вот тут есть линия. Вот так вот. Давайте чуть дальше отодвину, чтобы линия была видна. Вот так вот. Вот. Ну, по идее, там вот эта линия уже есть у нас. Ну, мы ее сейчас еще на этом перепроверим. Сзади прочертим. Вот. На заготовочке вот эту вот обрисуем. Добавлю миллиметров 10 везде. Вот. Ну, тут. Должно быть very good. Заднюю линию тоже подрезал. Ну, подогнал, подрезал. Теперь ее сейчас одной рукой неудобно ставить. Ну, вот так вот она. Третья ниша. По линии. Тут. Тут. Вот. Вот такая вот заготовочка. Все. Теперь на высоту мы здесь, естественно, до парапета. И плюс еще на фальц, который будет большой. Ну, на этой заготовке будет малый. На той большой мы все равно поднимем повыше, чтобы всего хватило. В случае чего. А потом уже, когда парапет монтировать, тогда и будем тут упражняться. Уже подрезать там и так далее. Заготовку сделал, да? Перенес все размеры. Здесь вот подослиное ушко такое простенькое будет. Сложил все. Тут вот бортовочку сделал 5 миллиметров. На всякий случай, по-любому будут где-то за счет радиуса, где-то там уголки. Надо будет что-то подбить, постучать. Ну, чего. Также здесь добавил 50 миллиметров побольше. Думаю, подрезать потом всегда смогу. И, конечно же, царапку сделал. У вас по-любому получится аккуратнее. Ну, корректором все подмажем. Тут вот с этим всем событием в любом случае на корректором будет проходиться. Вот. Теперь сейчас я ее попробую поставить туда. Ну, и посмотрим, что получилось. Надеюсь, все получилось нормально. Смонтировал. Все подошло. Есть небольшие щели. Ну, пробью потом. Простучу его все, чтобы он плотнее был. Сейчас он болтается. На двух лиммерах держится. И на струбцинке здесь. Вот. Когда все сфальсуется вот здесь вот, тогда уже будем считать, что там можно будет подбить. И керметик есть такой полиуретановый, такого цвета, песчаного. И его там промазать все аккуратненько. Чтобы там все у нас было красиво. Так. Переходим к следующей заготовке. Следующая заготовка у нас вот тут вот. Ну, вот эта вот. Она... У нее такую особенность. Тут плохо видно. Сначала она упирается... Как можно и... Закиснуть. Короче, сначала она упирается в яндову. А потом продолжается дальше. Туда вот. Яндово сюда. То есть там получается надо делать складочку. Вот на вот этой части. Вот. Также сейчас укладываем сюда Flexband. Но уже не сейчас. Ой, Flexband. Delta Fox. Вот. Но уже не сейчас, а завтра. Позже поздно. Сейчас я там прочерчу линии. Там все меня померяю, обозначу. И... И... Будем вложить сюда шаблончик. Так. Чего я уложил? Здесь уж отметил. Давай снимать-то вот так. Вот складочка. Здесь отметил. Метку, да? Бесектрису дал. Ну, бесектрису не обязательно. Но... Здесь отметил. Линию вот эти вот все. Здесь приставил. Вот метку дал по краю стены. Так. И теперь остался нам вот этот вот угол. Его малку не подсунешь. Вот у меня я вот так вот нарисовал его. Кусочек металла взял. И приставил. Так вот померил. Все. Обозначил, какой именно угол мне нужен. Так. Ну, все. Теперь меряем здесь высоту, какую нам надо. Сколько сюда добавить. Так, чтобы поднялась. И здесь на большой еще фальц хватило. Ну, который мы зафальцуем туда. И длину туда. Ну, и, соответственно, сколько нам здесь надо металла. Так же сейчас все это дело отогнем. Так. Потом, что нам еще можно дать? Нам еще можно дать радиус, да? Ну, вот этот вот, который мы отмеряли. Не знаю, надо ли его отгибать сейчас. Вот тут это обязательно. А вот тут вот, так как у нас он далеко будет. Сейчас не обязательно просто померить, где у нас будет. Вот эта линия запасом дать туда. А потом уже дофальцуем. Ой. Мы доформируем его, и будет нормально. Херак в новый день. Перенесли линии все на заготовку. Ну, ту ее заготовку показывает смысл. В плане там столько линии начерчено, что там запутаться можно, потому что она бушная. Крайне аккуратно надо использовать старый шаблон уже с каким-то линией, потому что можно ошибиться. Сейчас это практически так и было. Вот. С чего? Сейчас доформирую его. Это у нас линия изгиба, да? Она понятна у нас. Складочку я прорисовывал. Складочка ендова. Примыкание вот это, вот это не единое. Она там единое, но по раскрою она не единое. Она уходит как бы вот сюда вот. Как бы вот если посреди заготовки вот она идет. И вот бы она пошла бы. А так она вот сюда преломливается. Видите? Но когда все конверты собираются, поднимается. Она как бы за счет того, что она поднимается вверх, она становится в эту плоскость. Ендово примыкание. Это линия, которую мы давали, чтобы загнется туда. Биссектриса. Ковшовый конверт. Туда она уходит. Расчертили здесь. Видно, что... Я еще, правда, перережу его. Тут радиус вот у меня нарисован. Потому что пеликанами это крайне неудобно делать. Вот по месту подрежу. Максимально посмотрю, какой я там смогу радиус выкружить. Вот. Ну и будем уже по месту там заниматься. Все этой тряхамуде. В общем, сейчас еще вставляю в тапку, догибаю эту часть. Эту заготовку. Да, она у нас не по 90, а больше. Так как скат крутой и парапет. Сейчас догибаю, формирую, показываю вам заготовку уже сформированную. Ну вот, собственно, заготовка собрана. Ну как собрана, она не доподрезана, как я сказал, потому что пеликанами это сделать невозможно. Выглядит примерно вот так. И фальт задний, также я его у инструмента мало, 90-ми хапами преломил. Поднимаемся наверх. Приставила на место, еще до конца не пробиваючи. Ну, конверт имеется в виду. Вот она вот тут стоит вот так вот. Так вывозим. Конвертик. Вот она вот так вот. Вот тут вот стоит. Теперь сейчас я ее достану, вот этот вот конвертик пробью. Может быть, ну да, я вот тут просто не подлезу бить. Вот. Надо будет бить отсюда, скорее всего, там наставлять что-нибудь. Вот. Сейчас я это все сделаю и смонтирую ее обратно. У нас вот тут вот надо будет клеймера проставить ее. Может на время пока собираем. Может сюда какой-нибудь. Тут у нас малый фальц, он должен быть, ну, миллиметров там. Там, там, давайте скажем, 45. Сейчас 55 он у меня. Вот. Поэтому можно и фреши саморез вкрутить. А можно, а лучше проставить клеймер, наверное, догнуть его. Тут вот не трогать. Тут догнуть, проставить клеймер. Но его, правда, потом перерезать надо будет. Но это ладно, и клеймер-то перегнуть. Просто надо зафиксировать. Одно дело, да, когда ты готовишь, ну, формируешь все, когда нет картин. Позакручивал там саморезиками временно. Вот. Сфальцевал, а потом простояло клеймера. Подрезал лишнее. В данном случае немножечко последовательность другая. Вот. Ну, отлично. Сейчас решил подрезать фальчик, сформировать вот этот. Положить и тут уже немного его сформировать, дабы его зафиксировать. Так, там стоят два клеймера. Просваблен здесь. Просваблен здесь. Так, заложен Рунотекс. Фальцгель. Санкционка. Вот. Ну и, собственно, формируем этот узел. Ну, в общем, да, тут где-то не мои царапки. Ржавые где-то. Да, наверное, мои две. Вот эти. В общем, еще леса чуть не... Ну, отъехали к джигу так вот. Сука. Вот. Так, чего? Подшил. Фальц сформировал. Ну, все. Здесь так вот не дошел. Здесь у нас же еще подводка будет. Вот. Переходим на ту сторону. Сегодня на улице 29 градусов тепла. Это не может не радовать тепло. Хорошо так на крыше. С черным металлом. Вообще прекрасно. Так. Чего уложил. Да, здесь с рубцинкой придержал мультибенда NET. Ну, зажал, чтобы она в положении, да, скобами... В положении, в смысле, пленка осталась, в том, которому не надо. Скобами пристеплярил. Вот. Повыше так, чтобы внизу не дряет ничего. Прочертил линии загиба вот этого фальчика, да, у нас, у нас линия Яндовы, линия изгиба вот там вот примыкашки, конвертик вот здесь вот метки все дал. Яндова вторая. И вот там вот еще прочертил полностью по периметру, где у нас должен быть линия изгиба фальца, который будет нижней. Я его подрежу полностью по линии, положу на шаблон и добавлю там у нас, ну, 45. Вот. Вот, чтобы туда его уложить. Тепло, хорошо так как. Вот. Что здесь? Здесь также линию изгиба отметил. Вот там вот, да, здесь у нас будет конвертик, здесь у нас парапет будет на радио закрываться, ну, а там какую-то нахлобучку крышку сделаем. Вот. И так вот оно будет все по периметру торчать, потом крышку и ее зафальцуем. Вот еще никогда не фальцевал двойной фальц вот таких вот углах, да, может быть тут одинарочка останется хорошо проклеенная, как вот на окне мансардном гермитостула завожу. Ну, постараться я, ну, постараюсь двойной сделать, не знаю, что с этого выйдет, но где наша не пропадала. Может, ее надо будет как-нибудь чуть-чуть там закруглить больше, чем, ну, посмотрим, еще не пробовал, как, собственно, сделаю, так и покажу вам. Там я вам показывал уже все. Что, идем вниз, делаем заготовку. Ну, чего, приложил, прочертил. Жара, конечно, выматывает. Вообще не снимать, не работать, ничего не хочется. Но нужно сделать. Крыша вскрыта, и завтра пойдет дождь. Так, хотя бы закидать это, чтобы основные потоки воды снять. Хотя, в принципе, там уже это лежит у нас. Ну, гидроизоляция-то, самоклещая техно-никольская, но, тем не менее. Продолжаем. Радиусы все прочертил. Там, да, вот, то, что я чертил там, я их вырезал. Ну, и приложил это лекало на металл. Все линии прочертил. Эта линия вырезана. Добавил 40 миллиметров на металл, на фальчик. Здесь, так как у нас радиус загофрил, чтобы сложилось нормально все. Когда положим, потом это все через шалязи надо пробить просто. Здесь надо еще уложить в ендолу ее, чтобы она задала, ну, угол нужный стал. Потом этот конвертик надо чуть-чуть туда подкрутить, чтобы вот эта вот не сюда легла, а вот сюда. Ну, то есть его надо подкрутить туда. Здесь так же сформировал, очень непонятно, как она ляжет там. Вот. И этот так же не прибивал, потому что очень много линий, и пробивать до того, как ее засунуть, неправильно, потому что, может, где-то что-то надо подтянуть будет. Вот эта линия лишняя. Эта линия у нас, эта линия примыкания. Но, без, ну, то есть не вставив станок и не прогнуть ее сюда, я не мог. Потому что тогда тапка нужна короткая. Еще короче, чем у меня есть. У меня 800 есть, а здесь 640, по-моему, или 670. Ну, короче. В общем, решил, что я промну ее, эту линию, а потом дальше, ну, начну раскрывать его, сюда фальчик заворачивать, заваливать, как бы, сюда. По идее, ну, как бы, я ее должен отстучать. Ну, может, замятинка останется. В общем, чего, очень надеюсь, что оно все подойдет. Потому что столько времени она заняла, это просто капец. Так, чего, тут уже закинул ее, еле засунул. Туда надо просунуть, чтобы тут, сюда она залезла. А туда не просунешь, она упирается. Ну, то есть, она же вот так, как объяснить-то. Скат, и это вертикально. Это длинная сторона. И пока та не села, она там упирается, ну, нижняя часть там упирается. В общем, тут какими-то непонятными движениями я все это запиперил. Поставил клеймера, предварительно проклеив под них фальцгелем. Тоже есть, только чуть поменьше. Вылезла. Вот, теперь это все надо свести. Только Господь Бог мне тут поможет, наверное, потому что... Так вот это все разворочено. Вообще просто... Просто капец. Ну, чего. У вас забоятся, руки делают. Да, и глаза не боятся. Руки боятся. Так, пацаны. Мальчики и девочки. Фу, я так устал, жаржал. У меня еще башка, блин, раз, получается ударная. По лицу все видно. Я вообще просто в щи. Просто вообще. Выжат, как лимон. Все, слава Богу, получилось. Было очень неудобно. Часа три ушло на фальц. Может, два с половиной. Чтобы выненчить его так, чтобы не рвануло. Он все время пытался здесь складочкой. Много металла я его вытягивал. Потихонечку, потихонечку. Короче, это трындец. Проставил клеймерат. Также гермитосом их промазал. Все, мало видно. Поверьте на слово. Видно, рвануло-текс. Вот. Прижмется, он подвыдается. Так. Уже сколько? Часто 8, наверное, вечера. Еще домой ехать с этого острова. С необитаемого острова. Еще часа два. Минимум. Хотя, если я на модике. Сегодня будет нормально. Так. Сейчас я опущу это все. Провожу урно-текс. Вот туда вот. И опущу картины вниз. Вот. Потому что будет дождь вроде завтра передает. Но так или иначе, в любом случае, надо это все опускать. Вот. Чтобы водичка, если пойдет туда вот. Я уже проверял. Вот тут видно водичка. Вот тут продолжится стоять небольшое вот. И туда улетает. Ну, самое главное, что фальчик целый, двойной, проклеенный ронотексом. Вот это важно. Так. Выравниваем. Херак новый день. Положил сюда фокс. Также пятно, получается, заготовки обчертил, потому что оно неправильной формы. То есть, не прямые везде углы. Вот. Для этого положил, вырезал пятно, соответственно, заготовки. И пятно заготовки вот здесь вот. Вот линии дал по капельнику. Написал, что это два капельника. Это стена. Здесь у нас будет ковшовый конверт. Да. Здесь небольшой радиус. На мысик. Здесь как-нибудь так и под наклоном срежут. Деталь, она вот такая вот, да. Вот тут вот стоит. Она не несет. Она несет только декоративную функцию. Вот. Сейчас, пока сегодня дожди передают, там уже потечь не должно. Важно сделать сюда парапетную крышку. Сейчас я ее сделаю. Изготовлю. Вот. И положил наверх сюда. Ну, в случае чего, если дождь, я ее мог кинуть сюда. И все будет прекрасно. Вот. И потом займусь подвязкой всего этого. Вот. Чтобы... Почему я ее сразу не ставлю? Потому что топтаться на ней кружится, я ее всю и сцарапаю. Вот. Пусть она будет лежать просто у нас. И ждать свой момент. Сделал эту парапетную крышку. Тут у нас что получается? Вот пятно наше, которое мы врезали шаблон заготовки. Да. Здесь у нас вяжется здесь у нас к примыканию. Там доформировать уголочек, то завернуть там. Тоже задняя часть тыльная. Там у нас фальчик, это самый сложный был. Да. Потом вот здесь вот на радиус. Это уже к примыканию туда. Это к стене. Здесь 200 миллиметров подняли. Ковшовый конверт, который туда, к стене подлезет. Здесь не подрезал. Ну, опять же, пеликаны у меня. Здесь один комплект инструмента, я его наверху. Так, здесь заузел полторашку, будь без штробы, а просто загнул для жесткости и проклею ее. Так, чего здесь осталось. Ну и все. В общем, здесь линия подгибки. Вот тут видно, здесь миллиметров 40, здесь миллиметров 25. Это вот то, что я говорю, что она не в углах. И 15 миллиметров разница по ширине. Вот. Теперь делаем вот сюда заготовку боковую, которая здесь будет сфальцовываться. Вот, приставил заготовку. Так, вот у нас угол. Вот так вот она выглядит в стесненных достаточно условиях. Находимся. Вот. Потом вот эта вот заготовочка встанет туда вот и так же сфальцуем. Вот. Все, теперь подходит. Сейчас это все я убираю куда-нибудь наверх. Вот туда вот там, где у меня металлом лежит. И занимаемся подводкой. Такая лужица здесь. Сразу. Мохнатка. И тут. Так. А, тут, кстати, думаю, зачем она может быть. Здесь же снежки стояли точно. Снега задержания. И поэтому здесь подсобралось немножко грязи. Подрезал. Здесь оставил 12 миллиметров. Так, туда уже ранее был заложен фальцик. Здесь прослабил, как вы видите. И точно надо отстучать через шалязин, чтобы ровненько было подвернуть. Здесь у нас получается, заложил фальцгель. Малый фальц выровнял. Фальцгель. Срезал, прослабил. Ну, как бы клинышком, да. Тут небольшой наклон дал. Ну, вот, если 90, то это где-то вот так вот. Там миллиметров. Давайте скажем, на 4 где-то я угол срезал. И потом еще где-то примерно под 45. Чин-чин. Вот такой большой. От этой линии. Чтобы когда мы заворачивали, чтобы она не вылезла оттуда. Ну, как бы когда... Как мне показать так? Да и пока нигде. Когда мы вложим фальц, да, вот ровно все, мы сгибаем, допустим, двойной фальц. Внутренняя часть идет по малому радиусу, а наружная по большому. Соответственно, у малой она остается одной длины, а там, где по большому диаметру, у нее забирается этот металл, и она как бы внутренняя часть вылазит та которая по малому радиус идет надеюсь понятно объяснил вот так же заложился фальцгель сейчас закроем здесь фальчик здесь так же сделаем вот тот еще один так же сделаем и будем формировать сначала подводим здесь вдвойной а потом уже крайний здесь поднимаем и дофальцовываем его непосредственно все подвязал замятости конечно есть ну как говорится шведская технология реконструкции все было бы намного аккуратнее если делать в правильной последовательности так это реконструкция зная что не особо аккуратно зная что у вас получится лучше на этом можно закончить ее какой где надо еще подровнять безотбойничком вот там чтобы было более аккуратно подкрашивать под киянки поочищать вот эти вот все эти вот моменты которые остаются вот тут они кое-каке пооставались так ну короче я мокрый весь просто мокрый весь уже третий час я еще без обеда надо было закончить так парапетную крышку сюда встали теперь вот сюда встали парапетную крышку ее надо вот там вот на радиус подвязать вот здесь вот на двойной в общем сейчас пообедаю и продолжу так в общем заложил туда фальцгель везде сейчас преломлю подрежу лишнее и закрою сначала первым ну как бы в одинарный фальц по-моему двойной до угла дойду потом здесь радиус и потом буду заниматься с этим углом в принципе проблем сильных не должно быть ну посмотрим первый раз буду вот такую херню делать на двойной закрыли тут в двойной фальц теперь собственно занимаемся радиусом проблем с первым номером здесь не было все вру на тексе просто капец потому что на пиперевого туда вот так же как и на окошке на мансардном закрываем одну сторону там складочка закрываем другую и она как бы выравнивается немного хоть она там минимальная как бы и остается ну как бы есть в небольшом объеме а вот сейчас вторым номером буду закрывать тут еще такой широкий получился потому что здесь у нас складка еще блядь срапнул ну а блядь это рамками наверное я рамками закрывал наверное рамками срапнул херово этот самый здесь также ну тут уже ее нет складки она где-то вот тут кончается потоньше вот видно прям по объемчику вот ну и здесь двойного фальца немного посмотрим я думаю сейчас закроем в общем любом случае сейчас я вам покажу что получилось вот так вот так вот видно я первым ну как бы уже вторым номером закрывая первую сторону провожил такой вот бантик получился да и вот сейчас я его вот этот завожу дальше этот бантик еще перетягивается туда простую здесь а потом формирую эту часть так ну выглядит это конечно феерически начнем что называется хвастаться вот это вот саморезик да вот это вот раньше вот так было теперь это усовершенствовано модернизировано так сказать внизу гермитосом вот так намазал конечно с такого расстояния не очень смотрится хорошо но вроде как таким бежевым гермитосом снежки поставил тогда их вытереть надо будет Серега займется так вот такая вот тумба получилась помято все конечно капец заглушка также здесь модернизированная вот ну короче я даже не знаю что тут говорить срач бардак я даже не знаю выйдет это видео или нет потому что но оно здесь очень неаккуратно все вкусно чтобы дождик это все смыл корректорами где-то подмазать подкрасить чтобы это хоть как-то выглядело вот может в каких-то неудачных видео это выйдет ну главное что это герметично все проклеено собрано двойной фальц и я запарился я три дня тут крутил жилы были натянуты как струна на этом все увидимся услышимся всем пока герметично